Бонжорно тутти! Сегодня мой ролик посвящен вилле Карлотто, место редкой красоты на озере Кому. Я не ограничусь только пейзажными прогулочными видами виллы. Никто летать над виллой как дрон не будет. Я расскажу про историю трех семей владельцев виллы. Очень любопытная, с величием, с интригами и трагедиями. Итак, первые владельцы. Семья, построившая виллу династия Клеричи. Клеричи – это путь от торговцев шелком до высших титулов аристократии, как принц Антонио Джорджио, умелый лидер, посол и разрушитель огромного семейного состояния. Фамилия Клеричи происходит от латинского «клерикус» – клирик, клир, служитель церкви. Но династия Клеричи, построившая виллу, никакого отношения к клиру не имела. Клеричи – успешные торговцы шелком, родом с озера Комо. Озеро Комо, если вы не знаете, уже несколько столетий является зоной активного шелкопроизводства. Первым ярким представителем семейства является Джорджо Примо. Джорджо Первый, известный под именем Джорджоне, значит «гранде Джорджо», «биг Джорджо». Именно Джорджоне колоссально увеличил семейные активы в 17 веке. Одной из любимых инвестиций Джорджоне – недвижимость, сделки, купли и продажи, предоставление займов под проценты ипотеку, благодаря которым накапливается огромный капитал, престиж и вожделенный аристократический титул маркиз. В 1660 году сыном Джорджоне, Пьетро Антонио, семья делает классовый скачок от буржуазии до аристократического титула за счет покупки феодального владения в Кавинагу, в нескольких километрах от Милана. Кавинагу, как у меня был друг американец, я его спросила, где он живет, он мне ответил, «я живу в Кавинагу». С 15 по 17 века в Европе отходят от средневековой архитектуры, и, подражая древним римлянам, начинается бум строительства загородных вилл. Каждый хотел иметь свою маленькую виллу Десте, свой маленький Версаль. Именно из-за географической близости, из-за мягкого климата, вся высшая миланская знать выбирает озеро Кома как локацию для элитного строительства. Итак, внук Джорджоне, Джорджо II Клеричи, маркиз Ди Кавинагу, юрист, во славу экономического и карьерного успеха, в конце 17 века строит роскошную монументальную виллу, которая до сих пор сохранила свой первоначальный корпус, и виллу окружает сад. Сад в итальянском стиле. Что такое сад в итальянском стиле? Сад в итальянском стиле несет философскую символику. Это домашняя, контролируемая природа в рациональном, геометрическом и апполлинистическом измерении. Это маленький микрокосмос. Ему присуща симметричность террасы, лестницы, каменные дорожки, растения в горшках, цитрусовые, розы, кипарисы, гортензии, живая изгородь, газоны и самшиты с фонтанами, и страшилки в огромных местах. Вход в виллу украшен 12 статуями. Весь набор богов и аллегорий, необходимых для сельской жизни на озеро. Начнем с прекрасного Аполлона, олицетворения солнца. С ним идет, конечно, Аврора, богиня Зари. Но за Авророй ночь. Нам нужна охрана, кто бы нас защищал. Нас будет защищать Геракл, чтобы силы Геракла были направлены в нужное направление. Ему нужна его жена Деянира. Раз мы на озере, здесь присущ мягкий нежный ветерок, зефир с возлюбленной флорой. Помона, богиня фруктов. Вертум, бог садоводства. Галатея, усмирительница волн озера. Так как комы находятся среди гор, присутствует аллегория эхо. Ну и есть еще Америка, видим олицетворение будущего туризма. В центре находится фонтан 18 века со статуей Ориона. Орион – это древнегреческий поэт и певец. Зачарованный пением Ориона, дельфин спасает певца от кораблекрушения. Этот миф вдохновил многих поэтов, так же, как нашего гениального Пушкина. Все это было реализовано между 1700 и 1724 годах неизвестными мастерами Ланговарской школы. Джорджий II Клеричи занимал важные высокие государственные чины при испанских Газбургах. Миланское герцогство с 1535 по 1706 год находилось под Испанской империей. Затем переходит к австрийск Габсбургам. Даже если маркиз Клеричи иногда менял политическую ориентацию при переходе власти, но его прощали за его огромное состояние и важную позицию в миланском герцогстве. Но в жизни такого могущественного человека были и трагические моменты. Преждевременная смерть сына и внуков 21 год на войне с турками. В то время Австрия вела войну с Турцией. Все огромное состояние и положение оставляет единственного малолетнему правнуку, Антон Джорджиу Клеричи, маркизу де Кавинагу. Человека с необычайной судьбой, экстравагантным характером. Малолетним он остался без отца. Его мать практически сразу выходит замуж за принца Антонио Толомео Галлио Тривульсио. Сам Антон Джорджио очень рано женится на Фулеве Висконте. Таким образом родится с высшей миланской аристократией. И в 1737 году, чтобы придать больше престижа своей фамилии, подает прошение на более высокий титул, апеллируя обладанием обширных владений и знатными родственниками. И через два года получает титул графа. Не имея юридического образования как прадед и скучая на государственной службе, Антон Джорджио выбирает военную. В 1744 году собирает полк пехоты за свой счет и отправляется воевать в Пьемонт. И дослужив до генерала, участвует в семилетней войне. Но в конце 1757 года был ранен и призван ко двору императрицы Марии Терезы. Входит в огромную милость и становится личным послом императрицы в Риме. Римские хроники того времени описывают въезд в Рим великолепного кортежа Ниаташе из позолоченных карет, серебряных подков, коней, роскошные униформы и свиты и бриллиантовые пуговицы на камзоле посла австрийской императрицы Марии Терезы. Он был также принят в эксклюзивный рыцарский орден Золотого руна, высший титул Священной Римской империи. Антон Джорджио ведет расточительную жизнь. По-версальски. Для украшения семейной виллы в Милане, которую купил еще прадед, Джорджио приглашает лучших мастеров, как Джан Батиста Теппелу. Вы можете посетить эту виллу в Милане. Она существует и до сих пор сохранились фрески этого великолепного венецианского мастера. Представьте, чтобы различных гостей пригнал целый флот гондол из Венеции. В конце жизни Антон Джорджио познакомился с одной венецианской балериной, которая выманила орденскую цепь с подвеской Золотого руна, что символизирует кульминацию огромного состояния династии Клеричи, которую промотал Антон Джорджио, что подталкивает единственную дочь Клаудио уступить виллу на озеро Комо другим владельцам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok